Всем привет! Сегодня я наконец-то снимаю видео, которое многие из вас ждали и просили меня довольно долго снять. Я этот момент оттягивала, потому что я ждала, когда мне придут еще некоторые вещи, но в итоге они так и не пришли. Мне не пришли вот такие вот чехлы на телефон, не пришли вот эти вот резиночки для волос и не пришли сережки. В принципе, эти все вещи, они не сильно дорогие, поэтому я не очень расстроена по поводу них, но сам факт того, что вещи с Алиэкспресс могут не прийти, он есть. И я думаю, многие из вас прекрасно об этом знают. Но в основном все вещи пришли, и я этому рада, особенно рада, что пришли более или менее дорогие вещи. Ну, сильно дорогие я, конечно, не заказываю с китайского сайта, а такие в пределах там 300-400 гривен, они все пришли. И хочу с вами поделиться одной фишечкой. Рекомендую вам покупать вещи в интернете с помощью кэшбэка. Возвращайте часть своих денег с помощью сервиса SmartySale. Ну, сейчас вы видите список магазинов и процент кэшбэка, который предоставляет данный сервис. Все это можно найти на их сайте или скачать приложение. Ссылочку я оставлю в описании. В общем, переходите, пользуйтесь, скачивайте. Почему бы не вернуть себе часть денег, потраченных все равно на ту или иную покупку? Я думаю, это очень удобно и выгодно. Ну, а теперь приступим к моим покупкам. Давайте начнем с таких самых глобальных и более дорогих покупок. Первый раз я заказала с Алиэкспресс одежду. Это были вот такие вот футболочки. Просто беленькие и с разными тут напечатанными картинками и рисуночками. Вот такая. Вот такая. И еще одна там есть, я не могу ее найти. И еще одну я покупала для своей подруги. Я ей подарила Вике. Вот вы видите тоже картинку на экране. Это она в Париже фоткалась в этой футболочке. В принципе, футболки неплохие, но качество так себе, чего и следовало ожидать от такой цены. В принципе, я очень хорошего качества одежды не жду. Но футболки, думаю, почему бы не заказать. Все-таки платье, наверное, я не рискну заказывать, потому что Алиса, вот эта подруга Катя, с которой она живет, мне недавно показывала фотографию того, что ей пришло и того, какое оно должно было прийти. И это совершенно разные вещи, поэтому лучше не надо рисковать. И все-таки покупать одежду на либо проверенных сайтах каких-то хороших, либо уже походить по магазинам. Также я покупала чехол на свой ноутбук. Я не нашла в продаже в каких-то просто магазинах в городе и решила заказать. Тоже, конечно, я боялась, что он придет не под размер моего ноутбука, но все пришло просто. Вот этой покупкой я очень довольна. Он офигенно красивый. Плюс там еще были наклеечки на кнопочки. И, в общем, не знаю, я этой покупкой максимально довольна. Я прямо влюблена в нее. И теперь хочу заказать еще несколько чехлов от этого продавца, только в разных цветах на свой ноутбук. Потому что мне прям очень нравится. Следующая довольно затратная покупка, которую я совершила, это сумка, спортивная сумка. Вот такая большая. Я очень долго не могла найти в городе, который мне понравится. И, в принципе, так и не нашла. И решила заказать с Алиэкспресс. Вот. Мне приглянулась вот такая вот сумочка. Я вообще люблю, как вы заметили, нежно-розовый цвет. У меня и чехол такой же был. И вот сумка. Еще там будет кое-что покажу. У меня села камера, поэтому немножко кадр, наверное, поменялся. Здесь есть вот такой большой обычный отдел. Дальше есть отдел для мокрой одежды или каких-то, я не знаю, шампуни там. Что, в общем, мокрое, все ложится сюда. И есть еще отдел для обуви. Вот сюда вот она складывается. По-моему, это очень удобно. И таких сумок просто в продаже я лично не видела. Также она удобна тем, что если ехать куда-то с чемоданом в путешествие, вот здесь вот есть кармашек, который крепится за ручки чемодана, и становится с ней путешествовать еще удобнее. Также я заказала еще просто сумочку, вот такую, которой я тоже мега довольна. Мне она очень нравится. Поначалу немножко запах от нее был, такого какого-то пластика, но он весь быстро вылетрился. Очень красивая, милая и не очень дорогая сумочка. Также я заказала вот такой контейнер. Кто-то для косметики может использовать, кто-то для средств для ухода за собой. У меня вот здесь стоят всякие крема, мицеллярка. Она стоит у меня на столе, это все стоит у меня на столе. И я каждый вечер, утро этим пользуюсь. В принципе, тоже удобная штучка, хорошая. Ну, качество не особое, но, в принципе, нормально. Пользоваться можно, не знаю, меня все устраивает. И стоит она также недорого. Вот это, в принципе, это понятное дело, потому что все вещи на Алиэкспресс, они... Ой-ой-ой. Пошло. Немножко с... Даже не немножко иногда. Ну, в общем, с заниженной ценой. И можно найти хорошие. Главное, читайте отзывы, комментарии. И, главное, есть ли они. Потому что, если их нет, вы просто не сможете сравнить нормально с картинкой то, что приходит людям, и то, что вы видите на картинке. Лучше, когда они есть. Сейчас такая не самая дорогая покупка. Это вот такие вот два кошелечка. Ну, на картинке они выглядели лучше, чем в жизни. Качество такое себе. Но пользоваться, опять-таки, можно. В принципе, я вот сейчас хожу с этим кошельком. Но он мне не особо нравится, потому что, ну, он и выглядит, в принципе, очень дешево. Понимаете? Я заказала уже еще с Алиэкспресс кошельки. Если вам понравится это видео, то я могу вам снять потом и второе, что мне придет. Но сейчас я заказала не так много вещей, совсем немножко. Следующая покупка. Это чашка. Ее я заказывала для кого-то в подарок из мелких, для какой-нибудь своей двоюродной сестрички. У меня их несколько. И это была кружка единорог, которая, вот, вот такая, которой меняется цвет волос вот этой, когда наливаешь горячее. Он, правда, становится радуга здесь. Я пробовала, с этим все хорошо. Но она немного какая-то потертая, видите? И при перевозке у него отвалился рог. Вот, желтенький. Ну, в принципе, так, конечно, тоже неплохо. Но чашка битая, это факт. А упаковывают ее, значит, не очень хорошо. Поэтому чашки заказывать не рекомендую. Можно какой-нибудь термос красивый заказать. Или бутылку для питьевой воды в зал, например. Это такое можно. А чашки, видите, могут побиться. Дальше покупка, которую я считаю самой своей неудачной. Это косметичка. Я хотела заказать какую-то маленькую косметичку, чтобы можно было ее с собой положить там в рюкзак или в сумочку. И это было удобно. Пришло вот это. Ну, я вам скажу, на камере она лучше даже смотрится, чем в жизни. В жизни это, конечно, совсем некрасиво. Плюс, когда ложишь сюда вещи, ничего лучше не становится. В общем, ожидание и реальность. У меня постоянно разряжается камера, и поэтому меняется немножко свет. Извините, я ее оставлю на зарядку, иду, скидываю видео, и возвращаюсь сюда. Да, она немножко подзаряжается. Потому что уже хочу вам все показать, и не через два часа, а сейчас уже все это показывать. Далее моя покупочка, очень мне тоже нравится она. Это вот такой чехол на AirPods. Очень красивый чехол, реально. Я заказывала себе золотистый, а сестре потом подарила серебряный. О, Господи! У меня камера стоит на когтеточке, и здесь кот трусит все это когтеточку. О, Господи, телефон уронил. Ну, ну что с дурак? Вот, короче, очень классная покупка. Я ее тоже очень люблю, и уже заказала еще несколько. Там есть розовый цвет, красный цвет, и тоже себе взяла серебряный. Зацарапалась, правда, немножко у меня она уже... Но все равно прям обожаю эту коробочку, она офигензная. Ой, смотрите, как красиво сверкает. Дальше покупка, которую, когда я заказывала, я считала, что она глупая, но мне почему-то захотелось ей пить. Тоже эта чашечка. В общем, это тоже кружка. Вот такой вот котик, в котором для заварки рыбка. Как бы котик съел рыбку, там заварка и заваривается чай. Ну, она прям очень милашная, очень прикольная, нигде не побилась. Ой, кот спрыгнул с когтеточки. И пришла, в общем, целая. В принципе, она неплохая, но я не особо понимаю, зачем она мне. Дальше такая недешевая, недорогая покупка. Это часы. Да, я рискала заказать часы с Алиэкспресс. Вот такие вот. Сейчас покажу. Они на самом деле очень-очень красивые. Мне нравится, как они выглядят. И еще мне нравится вот такая вот удобная застежка. Смотрите, она как бы вот тут вот примагничивается. То есть, надеть их вообще, они настолько без труда одеваются. Смотрите. Все, примагнитилось. То есть, они под руку очень комфортно подстраиваются. Очень, ну, короче, это очень удобная застежка. Я не знаю. В общем, вот в таком цвете одни я заказала. И еще вот эти мне нравятся немножко больше. Я заказала вот в таком цвете. Тоже они очень красивые. Выглядят не как какие-нибудь дешевые с Алиэкспресс. А, ну, какая кому разница, понимаете? Если выглядит вещь красиво, почему ее не купить за небольшие деньги? В который раз у меня села камера, и свет теперь вообще как-то странно падает. Ничего, думаю, мы с вами это переживем. Давайте продолжим. Следующая вещь, которую я хочу вам показать, это просто как элемент декора. И на самом деле она очень милая, она очень такая душевная. Это вот такие музыкальные шкатулочки. Это Игра престолов. Я сейчас вам каждую прокручу. Просто послушайте, она звучит нереально мелодично, так классно. И я ее тоже очень часто слушаю. Это какое-то вдохновение приносит. И вообще настроение меняет. Слушайте, в общем. Игра престолов. Это первое. Они немного скрипят. Вот Игра престолов больше всего скрипит. Вот это та, что мне больше всего нравится. Шкатулочка, мелодия просто обалденная и скрипит меньше всего. Напишите, узнали из какого это мультика, фильма, мелодия была. И, в общем, еще есть две. И одну я покупала Кате, там Гарри Поттер. Сейчас быстро вам наиграю. Это шкатулочка из Пираты Карибского моря. Вот такая они, кстати, все очень красиво оформлены. Мне кажется, это довольно интересно, прикольно, если вы знаете предпочтение своих друзей и родственников. Подарок классный. Если там знаете, какой фильм ему нравится, или он фанатеет от кого-то мультика, то можно такое подарить. И еще Холодное сердце. Вот написано Let It Go. И мелодия. Все. Вот, это мои четыре. И я хочу себе заказать, на самом деле, еще какую-нибудь. Потому что, как по мне, они просто, ну, нереально классные. Дальше вещи. Ну, продается как одна вещь, но их несколько, в которых у меня лежали всякие мелкие покупки из Алиэкспресс. Это вот такие вот органайзеры для путешествий. Куда-то с собой складывать. Запаковывать вещи в разные, какие вот, как косметички. Ну, они разных размеров. В общем, это тоже удобно. На самом деле, классные, хорошие вещи. Этой покупкой я тоже очень довольна. Их тут раз, два, три, четыре, пять. И еще шестая у меня в ней вещи лежит. В общем, шесть вот таких вот косметичек разных размеров. Очень классные, реально. Если куда-то путешествовать, удобно в них складывать. Давайте откроем первую из этих косметичек, что у меня в ней лежит. Я уже сама не помню, честно говоря. А здесь у меня лежат разные сережки. Сережки я вам сейчас буду показывать. Вернее, не сейчас, а ближе к концу видео. Буду показывать, писать цены на ушах. И также буду показывать разные заколочки, брошки для волос тоже. И буду вам писать цены, потому что их очень много. И если я буду каждую вам вот так вот показывать, во-первых, это будет мне интересно смотреть. Во-вторых, это будет, опять-таки, очень затянуто. Следующие две вещички мне пришли вот в таких вот упакованных наборах. Вы могли догадаться, что это полная помада. Это гигиеническая помада. И она нереально просто красивая, необычная. Смотрите, внутри цветок. Пахнет вкусно. Не знаю, как она на деле, конечно, работает. Но я заказывала чисто визуально. Она мне очень сильно понравилась. Сейчас вторую вам покажу. Там другой цветочек. И вообще, она, смотрите, какая красивая. Как из какой-нибудь сказки. Вот. И заказала еще вот такую. Заколочки, которые сейчас ходовые, очень вот такие вот я заказала. Тоже они не особо дорогие, а продаются, знаете, во всяких местах, где продаются вот эти резиночки. Это был, как называется, магазин. Они там продаются дико дорого, за одну штучку. А здесь вот такой вот комплект. Не очень дорогой. Еще я заказывала ушки. Но не для себя, а для своей младшей сестрички, для Алиски. Вот такие вот. Очень мимимичные. И они крепятся просто как заколочки. Удобно. И вот такие кошачьи еще. Ну, это такая мелочь, которую вообще не стоит показывать. Это, чтобы чистить AirPods. Чехлы на телефон. Многие знают, что у меня, мне любимый актер, ну, был и, в принципе, сейчас одним из любимых остается Дилан Абрайен. Я заказала прикольные чехлы с его участия в сериале Волчонок. Это вот такой вот. Стилинский 24. У него там был номер. В общем, кто смотрел, тот поймет. Вот такой вот стайлз. И еще, который сейчас у меня на телефоне. Это вот такой вот. И еще у меня есть стихол. Сейчас на телефон надену и покажу. С грудиком. Ну, и вот те чехлы, которые с марвеловскими всякими супергероями, они не пришли. К сожалению, я их очень ждала. Дальше три повязочки на голову. Сейчас вам покажу. Они просто в разных расцветках. Маленький горошек, большой горошек. И вот такая вот полосочка. Честно вам скажу, никогда такие не носила. Но вот почему-то решила заказать, попробовать. Мне, в принципе, нравится. Дальше я заказала вот такие застежки для проводов. Вы знаете, когда кладете с собой в сумку, в портфель какую-нибудь зарядку, и она все запутывается. Или наушники. Очень удобно. И вот такие вот застегиваешь. И ничего у тебя не запутается. Ой, резкость пропала. Вот. И еще я заказала два набора кисточек. Вот такие вот побольше. Очень красивые кисточки. Смотрите, как рог единорога. И вот такие вот кисточки поменьше. Про качество я ничего не скажу, потому что я в них, честно, не разбираюсь вообще. Но они мне тоже понравились. Такие красивые. И их много в наборе шло. И еще хочу вам показать одну резиночку, которая мне очень понравилась. И после этого мы приступаем к сережкам, всяким заколкам. Этим... Не брошкам, я вам сказала. Не брошки, а эти... Как они называются? Ну, короче, всякие невидимки и все остальное. Вы видите. Вот такая вот резиночка с бантом большим. Она офигенно смотрится. Не успеваю показать. У меня садится камера. Вот, в общем, может, вам там что-то видно. Я очень быстро завязала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайк, если это так. Можете зайти что-то написать в комментарии. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА